ну что друзья всем привет с вами снова я дима из vpg и сегодня у нас интересная тема и в общем-то я сделал адаптацию на тему того как снимать красиво без шумов в условиях плохой освещенности итак поехали но прежде чем мы начнем необходимо разобраться с тем откуда вообще появляются эти шумы а шумы эти появляются из-за того что у нас есть так называемый показатель айсо точнее это параметр который отвечает за светочувствительность нашей матрицы если мы делаем экстремальное значение айсо а экстремальным значением можно считать такой параметр как 10000 20 то у нас непременно появятся шумы но зачем нам нужно вообще это и со многие из вас знают да что айсо отвечает за то чтобы картинка была освещена правильно и это действительно так но есть один момент когда дело касается экспозиции существует три момента точнее три параметра которыми нужно манипулировать для того чтобы достичь правильной экспозиции в условиях плохой освещенности как раз очень тяжело грамотно экспонировать картинку так чтобы было ярко достаточно для того чтобы видеть содержимое кадра и так у нас есть так называемый треугольник экспозиции я картинку вам предоставлю вы на нее посмотрите что он означает это означает что у у нас экспозиция состоит из трех параметров это айсо то есть светочувствительность матрицы это выдержка или скорость затвора а также диафрагма то есть для того чтобы правильно настроить экспозицию необходимо манипулировать этими тремя составляющими но что происходит когда вы включаете любую камеру в автоматическом режиме конечно же она задерет такой параметр как айсо и это непременно приведет к нежелательному шуму а нам это не нужно прежде всего я хочу сделать такую ремарку то что мы не берем в рассмотрение такие светочувствительные камеры как sony a7s и a7s 2 это совсем другой разговор потому что эти камеры могут снимать ну на экстремальных показателях айсо без намека на шум поэтому мы про них в этом видео говорить не будем они не примерно крутые но давайте пропустим эту тему и разберемся с теми камерами на который мы снимаем в основном ну лично я сейчас снимаю на canon 70d и у него гораздо больше проблем с шумами чем у sony a7s и тем более a7s 2 я уверен что большинство из вас используют другие камеры не только canon это может быть panasonic gh5 это отличная камера или sony alpha 6 300 который я также имею и у нее тоже не все так гладко с шумами ну что давайте непосредственно перейдем к практическим советам как избавиться от шумов в условиях плохой освещенности и первое что нужно сделать звучит очень банально просто не задирайте айсо для многих камер существует ну определенные свои показатели айсо которые не стоит превышать например для canon 70d а также 5d mark 2 я не завышаю айсо выше чем на 1600 и я рекомендую вам посмотреть самим то есть поэкспериментировать с вашей личной камеры на которую вы снимаете и посмотреть на каком показателе айсо у вас уже появляются нежелательные шумы конечно же с ними можно бороться на постпроизводстве об этом мы поговорим чуть позже но например для камеры gh5 я не рекомендовал бы завышать айсо выше чем на 800 если вы хотите чистую картинку далее о чем мы с поговорим это о том как добиться правильной экспозиции используя настройки камеры как я уже вам показывал ранее существует так называемый треугольник экспозиции и как вы уже поняли если параметр айсо мы не изменяем то мы можем манипулировать такими значениями как шаттер спид или скорость затвора а также диафрагмы давайте поговорим про шаттер спид очень важно чтобы выдержка была кратная двум относительно фрейм рейт видео то есть если вы снимаете к примеру в 25 кадров в секунду то необходимо чтобы выдержка была одна на 50 это очень важно если вы хотите сохранить так называемый моушен блюр который мы все так с вами любим и плюс ко всему вы будете иметь достаточно света для того чтобы снимать в условиях плохой освещенности поэтому убедитесь в том чтобы ваша выдержка была кратная двум относительно вашего фрейм рейт видео конечно вы можете сделать выдержку 1 30 но только в тех случаях когда в кадре нет особого какого-то динамичного движения особенно если вы собираетесь замедлить ваше изображение на постпроизводстве то вы обнаружите ну так называемое желе все слишком будет размазанным конечно же этого не хотелось но если вы снимаете какие-то статичные объекты или большие панорамы то вы можете смело использовать выдержку 1 на 30 далее диафрагма диафрагма определяется объективом то есть это то насколько широко у нас открытая дырочка через которую проходит свет прямо в камеру а именно на сенсор здесь все очень просто если вы используете зум объективы то вам будет гораздо сложнее снимать в условиях плохой освещенности потому что они как правило не имеют большую светосилу а большая светосила это такие показатели как 18 и меньше поэтому я бы рекомендовал вам использовать фиксированные объективы или фиксы да вы не сможете приближать свою картинку объективом но вы получаете гораздо более глубокий размытый фон что очень здорово особенно если вы снимаете портреты или в условиях плохой освещенности что нам и нужно итак давайте сделаем небольшое резюме первое не завышайте базовое значение айсо базовое значение айсо для каждой камеры может быть разным например для моей камеры это айсо 1600 которые я очень редко когда завышаю чтобы избавиться от нежелательных шумов второе выдержка выдержка должна быть строго равная двум относительно вашего фреймрейта то есть если вы снимаете в 30 кадров то выдержка должна быть 1 на 60 и так далее третье открытая диафрагма открывать нужно диафрагму максимально широко то есть если ваш объектив имеет диафрагму 28 тире 5 и 6 то открывайте на 2 и 8 а если у вас фиксированный объектив то используйте смело 14 18 или сколько у вас там позволяет это сделать объектив для того чтобы больше света было вашем кадре и размыть фон получше теперь мы с вами поговорим о том где взять больше света вне камеры настройки мы уже разобрали теперь остается определить где же взять свет в условиях плохой освещенности потому что мы с вами знаем что без света невозможно ну никакой съемки и так первое что можно сделать это найти какие-то искусственные источники освещения потому что если вы снимаете в городе то вы можете использовать какие-то фонари и столбы которые дают свет также бывают проезжают автомобили и они светят фарами что также может осветить вашего главного героя или объект съемки плюс ко всему если вы находитесь в каком-то большом городе то наверняка ночью работают витрины которые также могут подсветить красиво ваш объект съемки то есть проявите некую креативность и ищите так называемые дополнительные может быть искусственные источники освещения и тогда вы сможете добиться красивого изображения и даже не придется завышать айсо о чем мы говорили с вами ранее и так после того как вы все отсняли следует пост обработка следует сразу отметить что если вы не до экспонировали изображение то когда вы будете на пост обработке повышать экспозицию то вы рискуете увидеть эти нежелательные шумы прямо в тех участках которые были совсем темными поэтому существует ну как бы такая подсказка или правило как хотите воспринимать это не снимайте в режимах лог в условиях плохой освещенности потому что для лога нужно гораздо больше света и когда вы начнете красить картинку то она просто рассыпется у вас на шумы и цвета лично я стараюсь в условиях плохой освещенности использовать базовые настройки камеры то есть различные профайлы и в разных камерах это называется по-разному поэтому постарайтесь добиться того цвета внутри камеры еще на съемочной площадке потому что если вам придется делать какие-то особые изменения на пост обработке например сильно грейдить или изменять баланс белого то все просто будет крушиться на глазах конечно существуют еще дополнительные инструменты или способы исправить вашу картинку лично я часто использую нет видео это классная программа которая меня не раз выручала например на sony альфа 6 300 мне удалась съемка в значение а и со 12 тысяч 800 или 600 я точно не помню и поверьте мне картинка была просто классная вкусная и мягенькая после того как я прошелся по ней шумодавом теперь давайте подведем небольшой итог и так как вы уже поняли съемка в условиях плохой освещенности это не такая уж и проблема если вы знаете как с этим бороться я имею ввиду нежелательные шумы которые но мы все не любим их и даже пользователи да наши клиенты наши зрители они замечают их и естественно это может выглядеть очень очень бюджетно чего нам не хотелось бы мы хотим чтобы наша съемка была более профессиональной поэтому еще раз посмотрите это видео для того чтобы закрепить это у себя в голове и теперь я надеюсь что это видео вам было полезным потому что я начинаю вкладывать в него душу в каждое видео я куда-то вот еду посмотрите у нас фон просто невероятный какой-то я в полях для того чтобы нас не отвлекал никакой шум никакие люди для того чтобы вы могли меня послушать и спокойно покайфовать от процесса я надеюсь в мое лицо вам еще не надоело потому что я еще буду появляться в подобных роликах адаптации если вы не знаете что это посмотрите в описании что я называю видео адаптации или посмотрите предыдущие ролики в которых я также рассказываю много интересного и так если видео вам было полезным я надеюсь вы знаете что делать поставьте лайк подпишитесь можете нажать колокольчик для того чтобы ждать до новых роликов лично я так часто делаю это круто и это действительно очень здорово спасибо вам что пишите комментарии вы меня поддержали я надеюсь что ролики будут действительно информативными всем спасибо за просмотр всем пока сейчас лазил в полях короче в снимал ролик для вас пацаны и девчонки и получилась такая ситуация испачкался кроссовки это очень неприятно потому что я только их постирал они у меня были чистые а теперь теперь у меня грязные ну и все так плохо я надеюсь тот ролик который сегодня заснял того стоил если нет то я расстроюсь потому что кроссовки ну не то чтобы выкидывать но стирать их точно придется заново но это для тех кто досмотрел ролик до конца и просто решил поржать можете поржать надо мной если хотите но это не смешно ладно шучу всем пока